Ну, не жалко было бабушку? Жалко было бабушку, ну... Я ей же ничего не сделала такого плохого. Ничего плохого – это украсть у пенсионерки сумку с деньгами. Две жительницы Тульской области приехали в подмосковный Серпухов. Ходили по домам и собирали с жильцов деньги под одним и тем же предлогом. Умер ваш сосед. Дайте сколько сможете на похороны. Сами называли свой заработок прошение милостыни. Милостынику просила по подъезду. Вышла бабушка. Она мне выдала 50 рублей из кошелька. Был кошелек в прихожей. Я попросила водичку, взяла у кошелек водичку, выпила и ушла. На кражу девушки пошли, конечно, не ради 50 рублей. Увидели, что у пенсионерки в сумке хранятся далеко не мелкие купюры. В сумочке были документы, кроме паспорта, все. Карточка на получение пенсии. И 35 тысяч, пятитысячными купюрами. Я была одна с детьми. Нужны были деньги очень мне. У меня мама в больнице, брат в больнице. Ну, я ее решила. Ну, то есть я не знала, что там столько денег, конечно, 35 тысяч. Я думала, нет. Поддельница девушки, кстати, ранее уже судима, но свою причастность к другим подобным преступлениям категорически отрицает. А много таких бабушек у вас было? У меня одна бабушка. Нет, я имею в виду не ваша, а вот именно в отношении которых вы вот так милости не тратите. Которые я, первую бабушку. Пускай хоть сто мне бабушек на опознание везут. Мне вообще как-то пофигу. Я с собой больше ничего не чувствую. Полицейские установили причастность одной из задержанных к аналогичным кражам, какой в МВД не уточняют. Кроме того, одна из девушек находилась в федеральном розыске за аналогичные преступления. В отношении обеих сейчас возбудили уголовные дела по статье кража. Максимальное наказание – 6 лет лишения свободы. Юрий Зайцев, Карина Ульянцева. Новости Тулы.